Итак, завершается, судя по всему, конфликт Олега Тинькова и блогеров из проекта «Немагия». Адвокат оскорбивших бизнесмена-ютюберов получил ходатайство о прекращении уголовного дела против своих клиентов. Ну, ранее, я напомню, что после большого скандала в интернете Тиньков отказался от всех претензий к «Немагии», несмотря на то, что блогеры так перед ним и не извинились за оскорбительный, как считал Тиньков, ролик. Сейчас с нами на связи адвокат «Немагии» Александр Зинуров. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Я так понимаю, вы получили ходатайство о прекращении уголовного дела. Что дальше? Абсолютно верно. Сторона защиты получила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Согласно статье 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, действительно, дознаватель в праве согласия своего руководителя или прокурора прекратить уголовное преследование в отношении подозреваемого Алексея Псковетина и в случае, если лицо примирилось и загладило причиненный вред к терпевшей стороне. Но нельзя забывать о том, что дело рассматривается по второй части. Это дело публичного обвинения. И просто взять и забрать заявление будет недостаточно. Нужно согласие подозреваемого Алексея Псковетина, признать все предъявленные ему обвинения и подозрения в инкриминируемом ему деянии, после чего дать согласие в письменном виде о том, что он согласен примириться. Но давайте не забывать также о том, что в данном случае, если дело будет прекращено за примирением сторон, то по случаям, если будет, ну, кто бы то ни было, будет осуществлять проверку информационного центра по судимостям, то будет дан ответ, что Алексей Псковитин привлекался по такой-то статье, и дело было прекращено по основанию предусмотренного статьи 25 Уголовного социального кодекса. Фактически мы должны признать вину. Мой доверитель вину не признает, как я уже указывал ранее. Соответственно, он считает, что дело изначально было возбуждено незаконно, необоснованно, и он примет только лишь прекращение по тем основаниям, по реабилитирующим основаниям. То есть я правильно понимаю, что вот Тинькофф говорит, да, все, я все претензии свои отзываю, вот вам ходатайство, согласен, чтобы это дело прекратили за примирением сторон, но ваш подзащитный на это не согласен. То есть говорить о том, что конфликт близится к завершению, пока еще рановато. Пока еще рановато об этом, конечно же, говорить, поскольку мой доверитель не признает свою вину, и он готов обжаловать решение дознавателя. Опять же, дознаватель не сможет прекратить уголовное дело лишь только на основании заявления Олега Юрьевича. Нужно согласие моего доверителя и признание его вины. Скажите, а примирение сторон невозможно без признания вины? По публичным обвинениям, поскольку это часть вторая клеветы, то лишь только согласия потерпевшей стороны будет недостаточно. Если бы мы рассматривали дело по первой части, по делам частного обвинения, тогда да, в безакцентном порядке можно было бы забрать заявление и прекратить дело. Но так как это часть вторая, это дело публичного обвинения, нужно согласие обеих сторон и признание вины со стороны подозреваемого. Александр, а есть все-таки какой-то выход из этой ситуации? Потому что пока это выглядит как цукцванг. Ну, я не знаю, нужно будет общаться со своим доверителем. Опять же, как я себе вижу, в случае, если дело будет переквалифицировано на первую часть, то тогда, конечно, возможно, будет прекращение за примирением сторон. Но я так понимаю, что на первую часть оно будет вряд ли переквалифицировано, поскольку тут квалифицирующим признаком является именно распространение ложной недостоверной информации через СМИ. Что и квалифицировало данное преступление по второй части. Ну, то есть, кто-то-то все равно должен будет пойти на уступку, я правильно понимаю? Ну, как вы себе представляете, пойти на уступку и по базам информационного центра считаться привлекаемым к уголовной ответственности, но моего доверителя это не устраивает. Он считает, что он ни в чем не виноват, нет вины, нет состава преступления. И, соответственно, он собирается идти до конца и обжаловать все действия следователя. Но тут уже дело не в Олеге Тинькове. Он уже ничего сделать не может, он сделал все, что смог, отозвал свое заявление. Теперь уже вопросы к следствию, я правильно понимаю? Да, да. Только лишь следователь или дознаватель может принять решение, есть ли состав в данном преступлении или нет этого состава, чтобы полностью реабилитироваться моему подзащитному. Александр, а если вот возвращаться не в юридическую плоскость, а в такую плоскость общественную, в плоскость дискуссии интернета, а вообще ваш подзащитный он готов, ну, все-таки извиниться перед Олегом Тиньковым, сказать, ну, может быть, мы как-то погорячились, не хотели, не знаю, клеветы не было, но оскорблять не хотели. Ну, конечно, клеветы и не было в его действиях, поскольку у него не было умысла на том, чтобы порочить честь и достоинство Олега Юрьевича, и тем более деловую репутацию. Опять же, как я рассказывал ранее, вся информация была взята из публичных, достоверных источников, и мой доверитель считал эту информацию достоверной, и, соответственно, распространение этой информации, он не считал, что это повлечет какой-то вред Олегу Юрьевичу. Также он ранее заявлял о том, что если Олег Юрьевич приедет к нему в город Кемерово, то они готовы публично извиниться. Если он приедет в Кемерово, так Алексей же приезжал в Москву, что мешало здесь, в Москве, встретиться? Ну, мне неизвестна эта информация, почему не получилось организовать встречу, видимо. А вообще за все время этого конфликта личной встречи, личного контакта или хотя бы звонка с Тиньковым не было, я правильно понимаю? Нет, на нас, к нам таких предложений не поступало. Хорошо, спасибо. Будем тогда ждать развития событий. Александр Зинуров, адвокат видеоблогеров из Немагии, был в нашем эфире, но вот все-таки пока конфликт не разрешился. Редактор субтитров А.Семкин